Это последняя часть серии учебных видеороликов RFM-6 для начинающих. В этом видео показан протокол результатов и документация по расчету конструкции. Протокол результатов в RFM-6 был значительно доработан и дополнен новыми функциями. Новый протокол результатов можно создать либо в навигаторе данных, либо с помощью кнопки на панели инструментов. Только что созданный протокол результатов изображается в новом диалоговом окне, как обычно, в списке слева, и его также можно переименовать в верхнем поле окна. Древовидная структура в середине окна, устроенная также, как и навигатор данных, обеспечивает обзор всех данных, которые могут быть включены в протокол результатов. Другие параметры, такие как нумерация или описание выбранных записей навигатора, находятся в правой части диалогового окна. Еще одна новая функция, это функция «Копировать». Мы можем скопировать необходимые записи из списка, чтобы настроить протокол результатов. В нашем случае оставим все настройки по умолчанию и нажмем «Сохранить» и «Показать», чтобы изобразить созданный протокол. В новом диалоговом окне теперь можно найти содержание в обычной древовидной структуре и созданный протокол результатов в центре. Вы можете получить доступ к выбранной главе, щелкнув по любой записи в оглавлении. Однако в данном случае графические данные недоступны, так как их нужно вводить отдельно. Чтобы их импортировать, закрываем протокол результатов и устанавливаем требуемый вид нашей модели конструкции. Важно отметить, что графика передается в зеркальном изображении, поэтому мы отключаем ненужные элементы. В нашем случае мы хотим вставить только графику модели, поэтому отключим все нагрузки и результаты. По желанию, мы можем добавить размеры, как показано здесь. Когда нас устраивает графический результат, мы открываем меню «Печать». Здесь мы можем напрямую распечатать текущую графику, создать файл PDF, добавить его в протокол результатов и многое другое. Перед импортом изображения в протокол, открывается предварительный просмотр. Еще одной новинкой в RFM6 является возможность интеграции файла 3D PDF в протокол результатов. Помимо данных обычного изображения, которое можно перемещать, увеличивать и поворачивать, это изображение также содержит трехмерную информацию. В этом диалоговом окне мы можем задать дополнительные параметры для данной графики, такие как разрешение, масштаб, размер текста и многое другое. Если нас устраивают настройки, мы можем включить выбранную графику в протокол результатов, подтвердив этот диалог. В качестве альтернативы, мы можем активировать функцию «Серийная печать», чтобы импортировать сразу несколько графических изображений со всеми заданными настройками. Можно сразу заметить, что новые категории появляются в виде вкладок, где мы можем выбрать необходимую графику. Мы пропускаем первые две вкладки и сразу переходим в категорию «Результаты». Выберем необходимые результаты, как показано здесь. Мы также можем выбрать нагрузки или сочетания, для которых должны изображаться эти результаты. Кроме того, во вкладке «Аддоны» находятся результаты расчета стальных конструкций. Чтобы импортировать выбранную графику, подтвердите это диалоговое окно, нажав «Ок» или «Сохранить» и «Показать», чтобы просмотреть их в протоколе. Как видите, графические символы теперь появляются в содержании, в которое были вставлены графические изображения. Строка меню содержит дополнительные параметры, такие как язык протокола, титульные листы, настройки страницы и многое другое. Готовый файл можно распечатать или экспортировать в формате PDF. Мы подошли к концу нашей серии учебных видеороликов. Надеемся, что вам понравилось узнавать новое, и ждем ваших отзывов. Вы можете скачать бесплатную пробную версию RFM 6 на 90 дней и попробовать ее в работе. Следующая серия учебных видеороликов по расчету конструкции будет еще более увлекательной. До скорой встречи!